Я приветствую всех зрителей моего видеоканала. Поступил вопрос от подписчицы моего форума по поводу партнерских родов. Расскажите, доктор, да покажите, что такое партнерские роды. Это недавно появившееся в мире понятие. Партнерские роды включают присутствие на родах кого-то еще, кроме роженицы и персонала, кроме врача, кроме акушерки, кроме, может быть, какой-то санитарки и так далее. Имеется в виду, возможно, присутствие мужа, мамы, сестры, подруги, какого-то близкого человека, который может поддержать в трудную для женщины минуту. Ну, на самом деле, практика на сегодняшний момент достаточно распространенная. Достаточно пройти определенную школу подготовки к совместным родам. Достаточно сдать определенные анализы человеку, который будет находиться в родильном зале. И, в принципе, процесс готов. Пожалуйста, пишите заявление на согласие, и этот человек будет участвовать. Вопрос. Зачем оно вам это нужно? Итак, все девушки, которые мечтают о том, чтобы их муж так любил, так хотел и так и все, вот ответят для себя вопрос, зачем вам это нужно? Если это потому, что так модно, если вы думаете, что ваш муж как-то вас там защитит от медперсонала, если медперсонал будет как-то к вам не так обращаться, или если вы думаете, что, может быть, он как-то поможет врачу вас роды разрешать, вот у вас есть такие мысли, может быть, вам кажется, что супруг будет после таких совместных родов более близок к вам духовно, сблизиться как-то с вами дополнительно. Это тоже может быть мотивацией. И, наконец, многие думают, что вот если он посмотрит, как мне так тяжело рожать, как я мучаюсь, какие-то на самом деле муки, он будет относиться ко мне более уважительно. Вот такой основной распространенный набор мотиваций. На самом деле, сейчас коротенько пройдемся по каждой из них. Модно то, что быстро выходит из моды. Никогда не гонитесь за модой. Делайте то, что лучше, подходит и больше нужно лично вам, и отвечает вашим интересам. Следующий момент, что муж вам там поможет во время родов или поможет медперсоналу, это вопрос очень дискутабельный, потому что на самом деле лишний человек в родзале, он всегда будет только мешать, создавать лишнюю там панику, либо лишнее какое-то движение. В общем, он может вмешаться в процесс, отвлечь врача и так далее. Никакой даже самый следующий человек, который все прочитал про роды в интернете, какие бывают тактики, роды разрешения и прочее, никто не знает процесс лучше, чем врача. Врач интуитивным клиническим мышлением владает, врач безусловно профессионал, а лишний человек, он ему мешает. Следующий момент, касающийся духовного сближения. Ну да, я думаю, что это возможно. Вопрос, нужно ли вам, отвечает ли вашим семейным целям такое духовное сближение, потому что на самом деле семья – это такой конгломерат социальных связей, который основан на социальном, экономическом, финансовом, духовном, телесном, эмоциональном единстве. Его скрепляет любовь, там разные цели у каждого члена семьи. И перевес какого-то одного компонента – духовного, материального, сексуального, как правило, ведет к дисгармонии. Сейчас мы этого еще коснемся. И, наконец, моя, так сказать, любимая тема, потому что она слышна, видна и заметна чаще всего в ваших вопросах, это вопрос манипуляций. Пусть вот он посмотрит, к чему эти его сексуальные штучки-то ведут. Пусть вот он посмотрит, каково, ну вот это вот, когда рожают, когда все там мучаются, когда ткань рвется, какие это муки, сколько это часов длится и так далее. А потом ко мне пристает, будет относиться ко мне более уважительно. Читаю просто дальше. Вот дальше после родов я восстановлюсь, можно еще до 5 переставать ко мне 3 раза в неделю, давай сексом заниматься. А я ему буду говорить, ах, я еще не отошла от родового процесса. Как вспомню, как мне больно. Как вспомню, как надругались над моим этим местом. Прям не могу представить ничего иного. Ты подожди, мой милый, еще полгода, год, а то и полтора. Или что вы думаете? Шубу вам откупит от того, что вы так страдали в виде компенсации? Или что? Род – это ваш выбор в первую очередь. И никто не должен как-то изменить к вам отношения, из-за того, что вы такая героиня родили. Или что-то вам особенное ради этого сделать. Или, может быть, вы думаете, что это гарантия, что муж теперь вас не бросит никогда, потому что это из-за него вы так страдаете. Это неверные установки. Они отражают попытку каким-то образом изменить человека и манипулировать им. Что есть хорошего в том, что папа будущий присутствует на родах своего ребенка? Безусловно, такие отцы будут более нежно и трепетно относиться к своему потомству. Но, поверьте мне, я мама уже двоих детей, и поверьте мне, что очень многое зависит от вас. Какой вы климат в семье установите, какие традиции в семье вы привьете и детям, и своему мужу, так все и будет это продолжаться. Если вы будете там как-то привлекать мужа, создавать ему автономные условия взаимодействия с ребенком, он и так достаточно сблизится и без родового процесса. Следующий момент положительный. Вы знаете, если вот прям такой заботливый муж, прямо не успела жена забеременеть, он уже вперед в нее все узнал, какие гормоны за что отвечают, какие витамины надо, какие не надо, что вредно, что полезно, все книжки прочитал, кино посмотрел, и как рожают, и как зашивают, и все, он уже в курсе быстрее, чем жена, и носится совсем с этим, и все школы будущих там родителей вместе с женой посещает, вместе с женой там дышит, и массаж и растяжки все делает. Вы знаете, может быть, вот такого папу идеального стоит привлечь к родовому процессу, но вы не забывайте, что испокон веков вот это вот гендерное разделение, что делает каждый пол, оно существовало, и существовало это в виде некоего таинства, да. У мужчины есть фалос, потому что он победитель, зато женщина рожает, и род это всегда был такой таинственный процесс на женской территории, мужчины туда не заходили, каким-то образом женщина производит на свет потомство, она свята, процесс сакральный, мужчине туда не место, мужчины туда не вхожут, женщины рожают без мужчин. Вот это вот наложило определенный отпечаток, и мужчины не должны наблюдать это. Сейчас объясню, почему. Я, будучи студенткой медицинского института, который совершенно не проходил никакую там акушерско-гинекологическую специализацию или еще что-то, я вот просто как студентка присутствовала на родах, на различных практиках, может быть, раз в четыре. И вот то, что я вам скажу, вот мои впечатления от этих четырех раз. Первый раз, когда это наблюдаешь, даже студенту-медику, даже просто отстранена какая-то женщина рожает, она тебе не жена, это не твой ребенок, да, и ты не адекватный человек, потому что ты в медицинском институте уже четыре года учишься. Это шок. Это шок, это невозможно, это кровь, это все рвется, это крики, это совершенно иногда неконтролируемые вещи. Женщина может писаться, женщина может какаться во время родов, и это тоже неконтролируемые вещи, это некрасивенько выглядит. Ну, хорошо, женщина может обкакаться от того, что ее нехорошо отклизнили, отклизнили она там, или очень стремительные роды, не успели ничего сделать, она обкакалась там, когда тужилась. Это все можно понять и простить, никто от этого не умирает. Вы знаете, иногда женщины так себя ведут, ведь вот есть женщины, которые просто, она там постановит во время родов. Напоминаю, роды это не боль, роды это родовая мука. И от того, как женщина переносит эту муку, зависит, вернее, какая женщина, как человека и личность, так она и переносит родовую муку. Если она в принципе собранная, сконцентрированная, она также приносит родовую муку, она может постановать. И женщина, которая склонна истерически, реагирует, прекратите это, не хочу рожать, уберите от меня, вот так вот начинает себя вести. Это я, вот понимаете, я сижу в своем кабинете, за стеной могут там, может проходить персонал. Я не могу показать вам в полной мере, как это выглядит. Иногда таким визгом, визжат, хочется просто сказать, да замолчи ты, не мешает тебя роду разрешать, что ты так себя ведешь. Женщины могут материться, невозможно. Она там завуч, школа, учительница русского языка и литературы, такая вся рафинированная особа, открывает рот, как начинает, да туда-сюда, да и вот по матери, и по отцу, вы все такие, и прочее, сделайте что-нибудь, мне больно, то есть не в истерике, а броню такой, знаете, план площадной, броню начинает брониться. Понимаете, это роды, это неконтролируемый процесс. Женщины иногда не в состоянии себя контролировать, тем более, если вы идете на роды первый раз, вы не знаете, как вы себя поведете. Ну, не знаете вы. Вот вы не знаете, что с вами случится, обкакаетесь вы, начнете истерить, там, как последняя дурочка, или будете площадной бранью всех матерей. И вот я не знаю, думаю, вы не знаете. Я думаю, что это не стоит наблюдать вашему супругу. Следующий аргумент, в пользу против, это потеря полового влечения. Вы знаете, у мужчин, которые наблюдали, как вот это вот место у женщины используется по назначению для рождения его ребенка, у него формируется устойчивый рефлекс на жену, как на мать. Это мать, которая дает жизнь детям. Как же можно после этого, это святое место, членам-то тыкать? Вот. И если вы не хотите интимных трудностей в будущем, то, я думаю, не стоит разрушать вот этот покров тайны. И иногда вот это вот, то, что я описала, вот этот рефлекс, как на мать, на женщину, он помимо воли у мужчины происходит. То есть он может очень уважать свою жену, очень ее любить, но у него вот эти блоки накладывают на него такой отпечаток, что развивается просто импотенция, которую он не в состоянии преодолеть. Следующий момент, в пользу против, если вы откроете официальную статистику, то вы увидите, что разводы у пар, у которых совместно рожали, по количеству превышают разводы у пар, которые избежали этого спектакля. И, наконец, о спектакле. Ни в коем случае не надо упрашивать мужа, ты так хорошо, любимый, ты посмотришь, как рождается твой ребенок, ты меня поддержишь, я тебя буду все время за руку держать, а ты меня, мы не будем расставаться ни на минуту, ну и так далее. Не давите, во-первых, на своего мужа, так что можно перегнуть палку, беременная женщина, беременная женщина там просит, упрашивает, ну какой нормальный мужик откажет беременной женщине? Никакой, да? Какой солдат ребенка-то обидит? Значит, вы мужа своего уговариваете, мужчина далек от этого, то есть он не участвует там в процессе, не ходит с вами на УЗИ, там, значит, не присутствует при каких-то, может быть, смотровых мероприятиях, не ходил с вами на школу подготовки, потом вы его в консеканцию уговорили, обработали, обломали, он пришел с вами на роды, как он это воспринимает? Во-первых, кроме того, что это шок, потому что все в крови и какой-то ужас, что творится и прям вот просто, это еще спектакль. Ой, что делается-то, как все интересно. Вы понимаете, это тайна, таинство, это святой процесс, как рождается ваш ребенок и этот процесс, как слон в посудной лавке со своими ножищами не должен заходить никто и разрушать эту тайну. Поэтому, с моей точки зрения, партнерские роды это, конечно, некий реверанс в сторону вседозволенности, прав человека и там еще не значило, но это лишнее. Вот. Ну, в общем, если хотите мое мнение, я бы на это не согласилась. Вот. А какие существуют за и против, я все вам перечислила, а решать вам. А теперь пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok